обдирать новые стамески и железки рубанков я предпочитаю сначала наждачной бумаге для того чтобы не портить водные камни а потом уже затачивать более тонко на водных камнях поэтому сейчас новую стамеску я буду обдирать начиная с зерна 180 сначала спинку затем кромку потом 320 и затем 500 наклеил наждачную бумагу на стекло при помощи аэрозольного клея аэрозольный клей все тот же который я показывал в других своих роликах о заточке клей мне нравится работает хорошо и покупал я его в обыкновенном магазине который продает автомобильную косметику и всякую расходку при заточке наждачную бумагу буду смачивать обычным керосином не знаю покажет ли эта камера но можно видеть что на спинке после прохождения на сто восемьдесятом зерне уже следы от заводской фрезеровки исчезли остались вот такие параллельные тоненькие рисочки теперь можно переходить на следующее 320 зерно после 500 зерна спинка уже заблестела матовым блеском буду работать дальше у меня тысяча 1200 2000 и 3000 грит на подходе после тысячного зерна матовый блеск превратился в глянцевый спинка стамески имеет зеркальную поверхность и на этом в принципе можно было бы остановиться но мы не ищем легких путей поэтому буду я доводить стамеску до абсолютного состояния насколько это не позволяет мои ресурсы то есть буду еще проходить двухтысячной и трехтысячной наждачкой чтобы даже рисок не осталось чтобы было абсолютное зеркало и и и и и и и ну что сказать результат совершенно блестящий абсолютно зеркало рисок практически нет то есть спинку стамески я вывел достаточно успешно хочу сказать то с каким усилием вернее с отсутствием усилия я выполнял шлифовку вот этой стамески говорит о том что качество металла из которого она выполнена весьма высокая я не специалист по металлу но я могу сравнивать те результаты которые я имел при заточке и шлифовке дешево китайских стамесок с тем что я имею шлифу и вот этого стамеску разница как говорится день и ночь я полагаю что даже считать можно глядя в зеркало в это как вам результат теперь я приступаю пожалуй к самому сложному этапу заточки стамески это к выведению кромки как я говорил ранее эта стамеска имеет заводскую заточку под углом 25 градусов я предпочитаю заточить стамеску под угол 30 градусов сделать еще микрофаску потому что работать буду преимущественно по твердым породам ну и работать буду естественно с удара так как это стамеска силовая и позволяет работать киянкой так что угол 25 градусов не сохранять ни к чему буду делать 30 а 30 градусов это нужно обдирать уже по новой нужно пользоваться самым крупным абразивом который у меня есть в настоящий момент это абразив P80 с него я и начну заточку кромки буду осуществлять на тележке фирмы Veritas она себя хорошо зарекомендовала буду пользоваться ей в надежде на то что мне удастся сделать хорошую качественную заточку под правильным углом суперский метод мне очень gerne По его лбу струились капли пота, спина ломила, руки нестерпимо болели, голова кружилась от вдыхаемых паров керосина, но главное было сделано, кромка стамески переточена на угол 30 градусов. Теперь лишь осталось отшлифовать переточенную кромку, чтобы она была такой же блестящей, как и спинка этой стамески. Буду точить. Довел режущую кромку до зеркального блеска, такого же зеркального, как и спинка этой стамески. Сейчас осталось сделать немного. Сейчас я переведу заточенную тележку в режим заточки микрофаски и сделаю небольшую микрофаску. микрофаски и микрофаски и микрофаски. Ну вот стамеска заточена, вот такой вот блестящий результат, микрофаска. Здесь тоже все в порядке. Ну знаю, что это не эстетично, но тем не менее, люди любят всякие тесты. Один из тестов на бритье. Вот она замечательно брит волосы. В качестве бонуса хочу дать совет начинающим столярам от моего личного опыта. Если хотите иметь на выходе блестящий результат, то всегда используйте только хорошую наждачную бумагу. Не экономьте на наждачной бумаге. Вот эта наждачная бумага 3000 грит сделана в Германии. Это наждачная бумага от 80 до 500 и до 1200 грит. Она в принципе любая есть. Она сделана в Швейцарии. Такая бумага наждачная продается в любом магазине, торгующем автомобильной косметикой. Приходите, покупайте. Стоит она совсем недорого, сущие копейки. Но удовольствие от работы вы получите огромное, нежели вы будете покупать самую дешевую бумагу и потом с нею мучиться. В завершении этого видео хочу сказать еще несколько слов об этой стамеске. В прошлом ролике вы видели, как я с помощью этого инструмента изготавливал скамеечку из ясеня. Показала себя эта стамеска очень хорошо. Резала прекрасно. Работал я и с киянки, и с руки. Острота режущей кромки после работы практически не изменилась. До сих пор я могу ей совершенно спокойно порезать бумагу и побрить волос на руке. Но не в этом дело. Многие спрашивают меня после просмотра предыдущего ролика, где я купил эту стамеску и сколько она стоит. Сразу хочу сказать, что ссылка на магазин, где я покупал эту стамеску, есть и в предыдущем ролике. Но раз уж люди спрашивают, я еще раз расскажу о том, где я ее покупал. Покупал я ее в магазине Кубань Инструмент. Это магазин, который работает в Краснодарском крае, но у них есть интернет-магазин, и в этом интернет-магазине я приобрел вот эту стамеску замечательную. Почему именно там, а не в каком-то другом магазине, я вам расскажу. Дело в том, что раньше я покупал все свои инструменты, в крупном интернет-магазине с наименным названием. Вы, наверное, все его знаете. Но после того, как они меня очень сильно подвели, мне расхотелось покупать инструменты в этом магазине. Но я начал искать другой какой-то магазин, в котором есть хороший набор инструментов. Ну и немного полазав по интернету, я обнаружил магазин Кубань Инструмент. Зашел туда и обнаружил, что в этом магазине очень большой ассортимент инструментов, и причем инструменты там продаются хорошего качества. То есть не дешевый Китай, а вот наподобие вот этого инструмента Стэнли, который изготавливается в Англии. Ну и все известные бренды, которые есть в других крупных магазинах инструментов, там присутствуют. Что мне еще понравилось, что осуществлять покупки в этом магазине очень удобно. Зашел, кинул в корзину то, что тебе понравилось, пару кликов мыши, произвел оплату, и буквально в этот же день мне инструмент ушел по указанному мной адресу. Получил достаточно быстро, так как это все из Краснодара шло в Краснодарский край. И буквально за несколько дней эта стамеска ко мне пришла, и вот я ее затащил и уже успел ей попользоваться. Так что если кому-то интересно, заходите в описании к этому ролику. Я еще раз поставлю ссылку на магазин, где я приобретал эту стамеску. Там есть полная линейка размеров по этой модели. Также есть и другая модель, более дешевая. Поэтому заходите, смотрите. Ну вот я купил в этом магазине, мне очень понравилось. Ну и помимо стамесок есть огромный выбор электроинструмента, да в принципе и всего, что необходимо для столярной мастерской, для слесарки, по строительству, по саду, по огороду. Музыка 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 Музыка